всем привет друзья меня зовут никита и сегодня я расскажу о контактно-аккумуляторных электровозах в метро поехали эта история отсылает нас в далекие 60-е тогда для проведения маневров по депо при таскивании вагонов с канавы на канаву использовались обычные линейные вагоны наличие пульта управления лишь в одном торце вагона усложняло работы а мотовозы были слишком слабые для таких операций также мотовозы использовались и для доставки на место работ различных приборов и материалов во время ночного окна однако они выделяли продукты сгорания топлива тем самым загрязняя тоннели станции поэтому в 1964 году в ленинградском метрополитене появилось две интересные новинки контактно-аккумуляторные электровозы с наименованием эдэ электровоз доповской правда новинка не были отчасти за основу были взяты трофейные немецкие вагоны типа v4 отработавшие в московском метро после войны переделка вагонов свелась к оборудованию их второй кабиной а также установки комплекта аккумуляторных батарей обеспечивавших автономную работу электровоза в течение 7-8 часов метрополитен получил самоходную служебную единицу но долго эти машины не проработали ввиду не очень высокой надежности в начале 1970-х годов на базе линейных вагонов типа d было построено семь новых электровозов получивших обозначение эко электровоз контактно-аккумуляторный испытания проводились в свежепостроенном электродепо московская за станцией купчино а с ходами они были до оборудованы железнодорожной сцепкой с а3 что позволило им осуществлять сцеп с обычными железнодорожными вагонами однако учитывая моральное устаревание электровозов а также физический износ в 1992 году в инициативном порядке ленинградский вагоностроительный завод имени егорова построил два новых электровоза модели 81 580 в кузовах серийно изготавливаемых в то время вагонов 81 717 714 головные вагоны 717 модели были лишены двери на торце в то время как особенности работы и обслуживания электровозов требует ее наличия в конечном итоге получившиеся машины стали походить больше на промежуточные вагоны но с комплектом фар и фонарей электровозы получили обозначение вк-001 и вк-002 и поступили для опытной эксплуатации метрополитены москвы и санкт-петербурга к сожалению машины не прижились из-за постоянных неполадок в 1995 году было построено еще два контактно-аккумуляторных электровоза модели 81 580.1 на этот раз для нужд тегеранского метрополитена в отличие от ранее выпущенных вагонов модели 81 580 тегеранские электровозы не имели торцевых дверей и оба торца электровозов были выполнены по аналогии с базовыми главными вагонами модели 81 717 уже в 2002 году петербургское метро озадачилось вопросом обновления электровозного парка в результате чего завод вагон маш на основе опыта былых лет построил новый электровоз модели 81 581 и к 01 с асинхронным тяговым приводом по сути это был первый стабильно работающий вагон с асинхронным тяговым двигателем в петербургском метрополитене а теперь давайте заглянем внутрь не привычен взгляду салон тут сплошные аккумуляторы и находиться в этом отсеке при движении строжайше запрещено кстати на аккумуляторном ходу вагон не такой уж и резвый больше 20-30 километров в час ему не разогнаться 2005 году был построен похожий электровоз модели 81 581.3 для казани готовящийся к открытию первой очереди своего метрополитена постепенно списывая старые электровозы на базе вагонов типа d 2008 году петербургский метрополитен закупил еще один электровоз модели 81 581 изготовленной фирмой метро инжиниринг с использованием кузова вагона номер 10356 в отличие от и к 01 на кузове нового электровоза получившего обозначения и к 02 отсутствует декоративный молдинг и водоотводный капельник 2009 году обновление было продолжено то 4 московская поступила еще два электровоза модели 81 581 в отличие от к 02 новые машины были построены в кузовах уао метровагонмаш лишившись фарных блоков 717 модели также интерьеры новых электровозов перестали облицовываться слоистым пластиком только окрашенная стальная обшивка кузова 2015 году петербургским метрополитеном было закуплено два электровоза модели 81 581.4 собранных в кузовах 81 541.3 к производства зао вагонмаш а в 2016-17 еще четыре электровоза модели 81 581.5 недостроенных кузовах 81 717.2 к для будапешта а на этом у меня все огромное спасибо за просмотр оценивайте подписывайтесь и до новых встреч пока